всем привет меня зовут юля я психолог давайте поговорим о том как понять что нужно менять вроде бы мы и так должны понимать что если что-то не то и что это менять но что самое интересное у нас есть механизмы защиты и чем для нас тема как-то болезненней неприятней мы не хотим это признавать видеть тем сильнее у нас механизмы защиты тем мы больше это отрицаем не признаем отворачиваемся от правды поэтому предлагаю провести тест все же любят тесты и первое что мы возьмем это очень важная сторона часть нашей жизни это наш ближайший круг общение общество кто нас окружает это гипер-гипер важно почему потому что мы лояльны нашему окружению как говорит один из очень известных коучи психологов мы лояльны своему окружению то есть смотрите окружение полное она соответственно кушает неправильную пищу и мы с ними тоже скорее всего возьмем там какие-то куриные крылышки из макдональдса но если все-таки адепты здорового питания и вы с ними понимаете они там точат морковку как вы возьмете с ними наггетсы нет вы тоже будете точить морковку вот вы ближе к ним мы очень лояльны мы очень где-то подстраиваемся произвольно либо не произвольно под общество под общественное мнение поэтому эта сфера гипер-гипер важно и что тут какие определяющие точки моменты я хочу осветить как вы себя чувствуете во время общения с вашими друзьями близкими то есть вот прямо ответьте себе на этот вопрос хорошо плохо подавлено как как потому что возможно что-то не так а мы привыкли что с нами так общается и даже не понимаем что это не норма понимаете то есть люди могут манипулировать какие-то такие действия совершать которые ранят нас обижают понижает самооценку но мы настолько привыкли у нас там идет это вот всю жизнь и мы не понимаем что к нам вообще можно относиться по-другому у нас самооценка такого уровня то есть другой жизни не видели и не понимаем что это не что-то не то это неправильно то есть вот поэтому это очень важный момент как вы себя чувствуете то есть не шутит ли зло над вами например поддерживают ли вас как-то заботиться о вас радуются ли за вас вот ответьте пожалуйста на все вот эти вопросы как вы себя чувствуете после общения то есть энергетически выполнены вы замотивированы вы радостны или наоборот успокоены тем что поделились пообщались по душам либо вы опустошены а если вы опустошены то что вас могут просто энергетически кушать но это происходит бессознательно и это не то что человек плохой и вообще и даже в случае если манипулирует и обижает это не значит что плохой человек это просто такие механизмы поведения он где-то так научился и может только так а вы так позволяете поэтому он с вами так себя ведет то есть вы ответственны за то как с вами себя ведут люди и это был первый первый такой тестик про общение второй пункт возьмем осознанность без осознанности я часто встречаю что люди живут как будто бы в тумане и я по своему опыту прошлой жизни понимаю что то то же самое какие-то ценности могут быть навязаны извне просто живешь как же как живется и не понимаешь кто я зачем куда понимаете это про осознанность вот вот этот вот ну если есть туман то куда можно прийти ничего же не видно все расплывается правильно осознанность это я понимаю чего я хочу я понимаю кто я понимаю куда мне двигаться понимаю куда с кем я хочу быть и чем не заниматься вот пожалуйста подумайте можете ли вы ответить на 5 этих важнейших вопросов а продолжение теста в следующем выпуске потому что очень хотелось бы чтобы вы уделили побольше внимания этим вопросам потому что они действительно важны и очень сильно влияют и на вас и на всю вашу жизнь пожалуйста делитесь вашими реализациями мыслями по этому поводу в комментариях и надеюсь что у вас все будет хорошо